У вас возникает логичный вопрос, а откуда ты знаешь, как ты можешь так далеко забегать и уверять, что ты можешь нам предсказать прогноз погоды? У меня ответ очень простой. Этот прогноз погоды, я его взял из Библии. Библия — это не просто книга, это Слово Божие, в которое мы верим. И именно оттуда я прочитаю вам прогноз погоды на следующий год. Вот Матфея, седьмая глава, там написано, «Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и падение было великое». Вопрос не стоит о том, что будет или не будет, где это будет, с кем это будет. Вопрос, как вы думаете, к кому относится этот прогноз погоды? Читаю выше, там перед этим написано, «Христос сказал, «Всякий, кто слушает слова Мои и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, а всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет, тому уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, реки, ветры и падение великое». Первый вопрос, к кому относится это слово? К кому относится этот прогноз погоды? К людям верующим или к людям неверующим? Церковным или не церковным? У вас уже мнения немножко разные, но я скажу, здесь очень ярко выражено то, что это относится ко всем людям, которые слышали или слушают, или услышали слово Божье. Независимо, церковные, не церковные, но верующие, неверующие, я думаю, большинство из нас относятся именно к этой категории, те, которые услышали слова Христа. И дальше идет прогноз, прогноз погоды. Будет ветер, будет дождь, будет потоп, будет шторм, Но разница в том, что разные люди будут по-разному этот прогноз погоды переживать и в следующем году, как это было и в уходящем году. Разные люди по-разному будут переживать эту погоду. Можно сказать, мне не нравится эта погода, мне не нравится ваш прогноз. У меня к вам вопрос. А что, если вам не нравится дождь, что вы можете сделать? А что, если вам не нравится ветер, что вы можете сделать? Важно помнить, погоду изменить нельзя, но можно одеваться по погоде. Вот так, друзья, не только в физическом мире, так и в духовном мире. Прогноз погоды, он часто ничего нам, в принципе, ну так скажем, реально, практически, физически помочь не может, но может нас предупредить. Точно так же и в духовной жизни Библия и Слово Божие нас предупреждает, что будет в 20-м году, в 21-м, в будущем и так далее. Погода меняется, сезоны меняются. И если нам нравится только солнышко, то я должен сказать, что иногда бывает и дождь, иногда бывает и свет, а иногда бывает темно, иногда бывает жарко, а иногда бывает холодно. И все эти сезоны установил Бог, сам Бог. И мы, люди, в этих сезонах живем. И они как-то на нас влияют, как-то нас формируют. И поэтому нам сегодня важно понимать и смотреть на Бога и знать, что мы, как люди на земле, верующие, не церковные, без разницы, будем проходить разные сезоны в жизни. Разные будем сезоны. И мы будем узнавать Бога из разных сторон, независимо, насколько вы Бога познали уже, как доброго, милующего, или как строгого, или как вообще неизвестного. Но Библия рассказывает, раскрывает нам, что Бог, Он имеет много граней. Он есть и судья справедливый, Он также есть и огонь поедающий, Он также есть и любящий отец, Он также есть и милующий Бог. И это все раскрывается через разные сезоны, которые мы с вами проходим здесь в жизни на земле. И хочется сказать несколько таких важных моментов, которых очень, я считаю, радикально важно понять для того, чтобы, вступая в Новый год, проходить эти штормы без потерь. И первый из них, пункт, это идолы, идолы в нашей жизни, которые нам очень мешают или влияют на наши отношения с Богом. Для того, чтобы наш дом стоял, во время шторма устоял, важно понимать, что нам важно, чтобы наш фундамент в Боге был очень крепким. Отношения с Богом были стабильны, личны, близки и так далее. Но идолы, которые встречаются в нашей жизни, именно они мешают, разрушают наш фундамент, влияют на нашу жизнь, на наш дом, на наше строение, на наши планы, на то, как мы проходим и переживаем разные прогнозы погоды. 1 Иоанна, 5 глава, 21 стих, написано, «Дети, храните себя от идолов, аминь». Точка. Кто жил в Советском Союзе, вы знаете, что были такие вещи, назывались телеграмма. Вот этот стих из Библии, который я прочитал, здесь все очень коротко, очень конкретно, как в телеграмме. «Храните себя от идолов». Это относится к детям, к людям верующим, которые уже себя относят к детям, называются детьми Божьими. Аминь. Все. Храните себя от идолов. Церковь Христова, церковь, которая здесь вот мы на земле, мы понимаем, что церковь – это не просто здание физическое, это не просто храм из камней, это люди. И вот церковь Иисуса Христа в Библии, она сравнивается с невестой. С невестой. Невеста подразумевает, или жених, что они будут друг другу хранить верность всю жизнь. Они будут друг с другом проводить время, наслаждаться, и одно очень важное условие – это верность. Там не может быть измены. И дальше в Старом Завете мы читаем очень много раз сказано, что израильский народ, не один человек, а весь народ Божий, Бог его обвиняет в том, что он прелюбодействовал или блудодействовал, по-простому изменял Богу в верности. То есть не исполнял какие-то заповеди, не служил Богу, не любил Богу, не был предан Богу, но уходил и поклонялся идолам, языческим идолам, другим богам. И Бог называет это изменой, прелюбодеянием или блудодеянием. Несколько примеров из Библии Еремии. Вторая глава написана. Ты говорил, не буду служить идолам, но ты блудодействовал. Это говорят пророки Еремия. И из Экилии, 23 глава написана. Блудодействие идолы в жизни людей, которых знали Бога. Еремия 3 глава написана. «Дочь Израиля», то есть обращение к израильскому, к Божьему народу. Ты блудодействовала, то есть изменяла мне в верности. Какие же идолы, о какой измене идет речь? Как это перевести на простой язык, современный наш, понятный сегодня? Идолами в нашей жизни могут быть разные вещи. Я буду говорить об очень простых вещах, очень актуальных. И мое сердце, друзья, мой дух, он возмущается и сжимается. Потому что я читаю, как когда-то апостол Павел, он пришел в один город. Написано это Деяние, 17 глава. И написано, что его дух возмутился. Причина. Он увидел много идолов, которым люди поклонялись. И сегодня, когда я наблюдаю, иногда мой дух возмущается, когда я вижу много идолов в жизни людей, в жизни даже верующих, церковных уже людей. Один из них, например, который, я считаю, самый распространенный, которому можно смело давать медаль в 19-м году, как победитель, это вот этот идол. Я не ошибся, это идол. Если вы в этом сомневаетесь, дайте немножко мне времени, шанс, это просто попробовать вас убедить. Но я знаю, что убедить вас в том, что это идол будет трудно, потому что я в Библии нашел, что раньше люди, которые имели идолов, они всегда пытались это скрыть, пытались обманывать и пытались оправдать себя тем, что у них идолов в жизни нет. Но это маленькая штучка электронная. она сегодня убивает людей. Это новый современный наркотик. Именно человек, который ходит в церковь, который называет себя верующим, который вроде бы посвящен Богу, он может легко, неделю, не находить времени для чтения Библии, но всегда найдет время встретиться со своим любимым телефоном. Я повторю, очень практичный, очень распространенный факт. Может человек неделю, я не говорю день, неделю легко, неделя пройдет, он не встретится с Библией, но с идолом встретится обязательно. Обязательно. Мне хочется сделать новый вызов. В следующем месяце у нас будет пост в нашей церкви. Я хочу сделать челлендж, которому, я надеюсь, последуют некоторые люди в нашей церкви и даже в разных городах, который называется очень просто Библия против телефона. Я, конечно, понимаю, что там бизнес, работа, ну там какие-то звонки, но я выступаю даже больше против социал-мидия. Хотя, опять же, социал-мидия, это может быть социальные сети, по-русски оно звучит вообще ужасно, сети, в сети никто не хочет попадать. Но понимаем мы, что вопрос не в том, что ты когда-то там что-то проверил или написал. Вопрос в том, что ты поклоняйся Инстаграму минимум 15 раз в день. Поклоняйся Инстаграму, Фейсбуку, просто поглощен, ты не можешь по-другому. Человек пришел, он дома, кушает динер, кушает ланч, постоянно идол, постоянно идол, постоянно. Едет в машине, есть шанс пообщаться там с кем-то, идол, он побеждает, постоянно вот этот экран, он перед носом. Проснулись, идолу поклонились, легли спать, не ляжем, пока идолу не поклонимся и так далее. Любая пауза, любой брейк, всегда идолу мы поклоняемся. И я не имею в виду какие-то там крайности, что нельзя там позвонить или проверить какой-то месседж. И опять же, больше мой дух возмущает вот эта зависимость, которую люди не видят. Идолы, они ослепляют людей. Когда израильский народ уходил от Бога, они не замечали того, что они уходили от Бога. И только серьезное потрясение, враги их завоевывали, какие-то были беды, потери, войны, их брали в плен и только тогда они прозревали. Мы ушли от Бога, мы стали поклоняться другим, мы упали в идолопоклонство. Только прогноз погоды открывал глаза людям, которые знали Бога. Знали Бога. И сегодня, друзья, точно так же я верю. Люди, которые уходят в это идолопоклонство, люди, которые зависимы от Инстаграма, я рад, что нас видят онлайн. Я называю это зависимостью. Мой дух возмущается, потому что это серьезная зависимость сегодня. И раньше я думал, что это только у молодых людей. Сегодня я вам скажу, что это не только у молодых людей. Фейсбук, Ютуб, Нетфликс, вот эти всякие шоус, которые по телевизору показывают, можно часами смотреть, часами пропадать. И сегодня некоторые молодые люди, они признаются. Просмотрел там столько-то серий, просто время убил. Внутри пустота. И знаете, иногда бывает, что как дьявол обманывает, это еще бывает человек занятый, и вроде бы куча дел, планов на день, работы. И потом человек начинает роптать, не успел то, начинает роптать, не успел там. Но один маленький совет. Убей идола. Но не надо разбивать телефон. Это имеется в виду вот здесь. Вот здесь. Отключи, выключи. Это the biggest time killer. Самый большой убийца времени. Это именно социальные сети и телефон. Если, друзья, вы хотите, чтобы следующий год у вас был хоть чуть-чуть по-другому и лучше, первое, что я вам советую, это радикальные меры в этом вопросе этого идола и этой зависимости. В наше время, в котором мы живем, это очень большой враг, который ворует полностью, ворует. Просто мы не успеваем замечать, насколько мы стоим духовными банкротами. Дальше хотелось бы сказать, что наши глаза и наши уши это фильтр. И этот фильтр, он специально дан нам. И этот фильтр, он имеет свойство забиваться, становиться грязным. Туда уже не попадает что-то хорошее и полезное. Если вы скажете, что у меня фильтр не забивается, то я вам не поверю по очень простым причинам, что первое, это то, что предназначение фильтра, это фильтровать. И Библия очень ясно говорит по поводу глаз и по поводу ушей, чтобы мы контролировали, что входит в нас через глаза и через уши. Это фильмы, музыка, YouTube, все, что я говорил, социальные сети, телефон и так далее. И если мы говорим, что мой фильтр не забивается, то поверьте в ту реальность, что мы живем в мире пыли, которую мы не видим. И можем утверждать, что пыли нет. Но мы ей дышим и уже понимаем, что она все равно есть. И фильтр, его главное предназначение, эту пыль убирать, фильтровать, как-то помогать нам, чтобы не забивался наш фильтр и все, что после фильтра. Поэтому сегодня нам важно осознать, что через телефон, через социальные сети наш фильтр, он забивается, он иногда у некоторых уже забит давным-давно. И когда потом вам поступает поток полезной информации, духовной информации, слово Божье, которое вас уже не трогает, вас оно уже не касается, вас оно уже никаких у вас, ну, оно вас как бы не колышет, ни туда, ни сюда, вам ни холодно, ни жарко. Вы пришли уже в церковь, как будто, как в очередной раз, просто привычка, традиция. За год, год, сколько было призывов для того, чтобы человек пришел сюда, к алтарю и склонился перед Богом в покаянии. Вы скажете, но у меня нет как бы проблем. Но я скажу, проблема есть, друзья. Проблема в том, что фильтр забился настолько, что уже туда добрая информация, хорошая, полезная, духовная, уже не проникает. Оно все на таком поверхностном уровне. Хорошая информация. Интересно рассказывал. Но это уже не проникает до глубины души и духа. Потому что там все забито, засорено другим, другой информацией. Туда уже нечего наливать. Там уже налито. А когда уже налито, туда ничего уже не засунешь и не воткнешь. Вот это проблема сегодня нас, друзья. Проблема, мы живем в мире информации, такой поток информации, мы не знаем, что делать от этой информации. Мы устаем от информации. Но проблема в том, что мы запутались в информации. И мы себя загрузили иногда не той информацией. Наши фильтры забиты. И когда у нас идет призыв, Господь говорит Духом Святым в наше сердце, в нашу совесть, что тебе нужно вставать, прощаться с твоими идолами идолами и идти к Богу на покаяние, то мы говорим, что ну можно же это и там сделать, на месте. Да, вроде бы с одной стороны можно. Бог же все знает. Да, Бог все знает, но Бог также знает и твою гордость, что она не позволит тебе встать и двинуться дальше. Ладно, один проповедник не подходит, ладно, второй. Но в течение года, если не было движения вперед к Богу в покаянии, если не было желания чистить фильтр, не было желания очищаться, значит проблема что-то в другом. Не в проповедниках, не в Слове Божьем, а в чем-то в другом. Где-то что-то, какие-то каналы забиты, перекрыты. Если за год это не происходит, вы скажете, ну так ведь я же там уже давно верующий. Как раз вот и нам и пора это делать. Вы думаете, что должны это делать только люди, которые грешные, которые в блуде? У нас есть, я думаю, вы знаете, например, как пастор Дмитрий, который сюда выходит чаще, чем многие люди. Но я не верю, что он грешнее всех. Но есть люди, у которых сердце и дух открыт. Фильтр чистый. А есть так, что там так все забито, уже какую звезду с неба пригласить, какого проповедника не пригласишь, там реакция нулевая, холодная. Мы стоим профессиональными, холодными христианами, где фильтр просто забит, а его нужно чистить. Идолов нужно убирать. Написано, что Бог, он есть Бог, ревнитель, он ревнует. Женщины могут это понять, когда человек, мужчина, общается постоянно с другими, общается с другими больше, общается на телефоне больше. Женщина начинает ворчать, начинает волноваться, начинает что-то делать, начинает ревновать. Вот так и Бог, он ревнитель, когда человек поклоняется Инстаграму, сидит в гостях у кого-то и сидит на Инстаграме, пригласил к себе в гости и тоже на Инстаграме. Любая секунда, обязательно телефон, Фейсбук, социальные сети, это, друзья, беда. Это беда, это современная зависимость. Попробуйте сделать челлендж. Январь месяц, Библия против телефона. Кто победит? Библия против Инстаграма. Это серьезный челлендж. Я знаю, что идолом может быть не только телефон. В нашей жизни идолами могут быть и другие вещи, как, например, работа, деньги, хороший заработок, дом. Постоянно одни мечты, одни желания, только о доме, чтобы что-то там менять, изменять. Например, джим, фитнес, человек может не пропускать ходить каждое утро религиозно в спортзал, но при этом Библию у него нет времени читать. Это просто-напросто идол. Идолом могут быть даже дети. Вы скажете, ну, вау, как это может быть? Да, друзья, иногда это тоже может в жизни быть. И Христос, кстати, об этом предупреждал. Все, что в жизни стает первее Бога, это стает идолом. идол, это любое занятие, которое мы делаем в нашу свободную минуту. Это первое занятие, которое мы делаем, когда у нас появляется свободное время. И это не значит, что нельзя отдыхать, нельзя развлекаться, нельзя YouTube посмотреть. Это не это значит. Это значит, что мы делаем всегда только это. Первое. Мы зависимы от этого. Мы этому поклоняемся. Когда-то я был фанатом футбола, спорта, и мне мой, я купил плакат, и я повесил там одного футболиста, звезду в своей комнате. И мне мой отец сказал, Богдан, это же идол в твоей жизни. Я говорю, не, 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 папа, какой идол, ты что? Я думал, что идолы только деревянные, вот такие какие-то там вырезанные штучки, вот им поклоняются. Сегодня мой сын тоже любит футбол, тоже повесил себе там постер, плакат. Я ему говорю, сын, это идол. Ну и как вы думаете, как я 20 лет назад себя вспомнил, он мне уверяет, папа, нет, это не идол. На самом деле этих идолов их так много, что, наверное, как богов Индии, наименований не перечесть. Но написано в Библии, что Бог, Он есть ревнитель. Если касаясь даже детей, иногда, друзья, из-за детей мы поставим все духовное на третий-десятый план, из-за детей иногда мы пропустим, например, дети не ходят в церковь в воскресенье. Почему? Потому что у них определенное время, когда они спят, у них есть нэп. Они не ходят в церковь на какое-то еще там мероприятие, потому что у них там есть еще какое-то занятие. Например, у них там детям мы учим им, все им даем, дарим им подарки. Как вы думаете, что легче, подарить ребенку подарок или научить, не подарить ему подарок, а научить его, что давать лучше? Как вы думаете, что выбирают люди? Конечно же, дарить. Но опять же, этой любовью, которой мы, конечно, любим своих детей, и я своих детей тоже люблю, но иногда это может стать идолом в нашей жизни, потому что все остальное, кажется, нет времени ни на Бога, ни на чтение, потому что вроде бы дети, нет времени ни в церковь ходить, потому что дети, но потом эти идолы вырастут, и они вас предадут, если вы их не научите поклоняться Богу живому. Вы потом от этих же идолов будете плакать, если вы им не покажете истинный путь в жизни. Вот почему это опасный путь, вот почему сегодня нам важно понимать, что идолов, они скрываются, их прячут люди. За Рахиль написано Бытие 31 глава, Рахиль взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. А дальше написано, что Лаван искал, обыскал все и не нашел. Хочется сказать, Рахиль, ну ты и спрятала. Надо же, вы же поняли куда. Так надежно, чтобы еще и не нашли. Вы понимаете, что эти вещи не скрываются. И первое, первый челлендж, это признать, что в моей жизни идолы есть. Это признать, что я этому поклоняюсь, что на Бога у меня иногда времени не хватает, на Библию не хватает, на то не хватает, потому что в моей жизни забито что-то, фильтр забит. Поэтому, друзья, нужны радикальные меры. Как написано в Евангелии, помните, Христос сказал, что если что-то тебя уводит, соблазняет, отсеки или вырви руку, глаз, но это не имеется в виду физически, в прямом смысле сделать. Это имеется в виду радикальные меры. Вытирай, выкидай. Я думаю, что вы, наверное, знаете, Ростислав Корец, Ростик, я с ним разговаривал как-то недавно, полтора часа на телефоне, и он говорил, Богдан, я решил в своей жизни. На полтора месяца он мне сказал, уходит от социальных сетей, полностью выключает. Кто готов? Говорит, оставляю их только на компьютерном рабочем столе, даже с телефона убираю. Просто убивает время, убивает время. Точно так же это могут быть новости, тоже идол. Человек читает, читает, читает. Он как, с одной стороны, не то, что нельзя их читать, можно, но когда человек, вот он, понимаете, он только поглощен, там уже другому места просто не остается. Эти идолы, они разрушили израильский народ, они погубили Соломона, хотя мудрость ему, кажется, дана была от Бога, но именно идолопоклонство увело и привело его к этому. Исход 34 глава. Ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его Ревнитель, Он Бог, Ревнитель, дважды это сказано. Сезон поменялся, погода в Израиле менялась, и это отврезвляло людей. Поэтому мое первое пожелание вам, друзья, не идите в 20-й год с идолами. Библейский канал погоды вас уже предупредил, что погода будет меняться, но есть люди, которые устоят. Второе, мы с вами затронули это слово фильтр, фильтр, который нужно чистить. Ефесянам, 4 глава, 32 стих, написано, но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Второе, что нужно обязательно уйти в 20-й год свободным в совести, в душе и в духе. Прощение it's a must. Это обязательно. Это будет влиять на вас, на ваше духовное состояние, на ваше настроение. Это фильтр, который нужно обязательно чистить. Фильтр своего сердца, который загрязняется разными обидами, огорчениями и непрощением. Сложность первая это признание. Но я здесь хочу снова вас убеждать в том, что сердце тоже имеет фильтр и свойство фильтра забиваться. Вы скажете, ну я ни на кого не обижаюсь, мне некого прощать, но мы живем в мире пыли, то есть мы живем в мире людей, мы живем в окружении греха. Иногда люди бывают злые, иногда наглые, иногда нас люди обижают сильно, иногда чуть-чуть, но всегда эта пыль как-то скапливается и оседает. И если мы не будем периодически чистить это, то оно настолько забивается, что потом нам тяжело жить, тяжело дышать. Я помню, как я встретил одну женщину на Кубе, она плакала, она плакала, она просто, она была вся худая, она была на вид как-то бело-зеленая, она не могла мне рассказать в чем проблему, я ожидал что-то ужасное, что у нее умер сын, умер муж, что у нее какой-то страшный диагноз, и в конце она сказала по слогам, я не могу, я не могу, я не могу простить. Вот и все. Вот причина, почему человек зеленый, белый, худой, несчастный, убитый, подавленный, не может простить, не может простить. Вы знаете, что у нас есть подростковая школа, и я был свидетель того, как ребенок 14 лет или 15 примерно, девочка, которая стала одержимой, это которая видит демонов, которая разговаривает с демонами, которая не может спать ночью, и одна причина, когда мы разговаривали, в чем, в чем эта причина, она рассказала, я не могу простить, не могу простить. Это, друзья, вот как это все заканчивается, насколько это важно. И если вы снова утверждаете, что у меня с этим проблем нет, я тоже так утверждал, но однажды я рискнул и сказал, совсем недавно, Господи, у меня вроде бы нет врагов, я ни на кого не обижаюсь, я всех вроде бы простил, но на всякий случай, Дух Святой, я тебе разрешаю, напомни мне. Клин. Разрешил? Пожалуйста, deal with it. Сразу, давай, действуй. Если сегодня вы разрешите Богу, Духу Святому сказать, Дух Святой, покажи мне людей, которых я не хочу видеть, покажи мне тех людей, с кем я не хочу общаться. Я вроде бы всех простил, но бывает, появляются люди в вашей жизни, у вас сразу меняется лицо, у вас переворачивается внутренность, глаза как-то бегают, вы не знаете как-то, вы не хотите в ту сторону смотреть, вы не хотите сильно встречаться, вы не хотите сильно руку ему жать, вот эти моментики, вот эти нужно чистить, иначе фильтр забьется, друзья, задохнетесь. Вы скажете, ну все же, ну не все так страшно, все же, все работает система, в доме циркуляция еще есть, да, все работает, но ты дышишь пылью, ты дышишь пылью, ты отравляешь уже себя духовно, или есть такое слово молд, это, как это по-русски, плесень, да, которая уже наросла, это вот непрощение, и ты этим дышишь, надо фильтр чистить, но ты утверждаешь, что все нормально, что у тебя проблем нету, что ты всех давно простил, а фильтр рекомендуется менять хотя бы раз в месяц, а ты уже год не менял, а если уже несколько лет не менял, утверждаешь, что у тебя проблем нету, а я говорю, нет, есть проблемки, живешь в мире пыли и греха, значит, по-любому он как-то забивается, по-любому периодически нужно говорить, я готов, я выбираю прощать, если я не могу простить, тогда нужно переходить к практической плоскости, когда-то я тоже заверял, что я прощаю, я врагов не имею, я умею прощать, и тут же Бог дал мне тест, я не мог простить одного человека, я как-то уже разделился об этом в церкви, я мучился, я не находил места, я знал, что надо прощать, я знал, что это я должен сделать, как верующий человек, но я не мог, и дальше я нашел в Библии, написано, молитесь за обижающих вас, Матфея 5, 46, молитесь за обижающих вас, я подумал, ну вот это такое простое вещь, думаю, да я там думал, надо отработать, отплатить, просто помолиться, встал на колени, помолился обо всем, но кроме вот этого человека, молиться за тех, кто обижает, вроде бы молиться, благослови всех, всех детей в Африке, благослови, но вот этого человека, не могу сказать, в горле пересыхает, пить хочется, начинаю молиться сначала, не могу, и тогда я сказал на той молитве, Господь, я не могу, но я выбираю прощать, я выбираю прощать, помоги мне, Господи, и тогда я мог произнести имя этого человека, и сказать, Господь, я его благословляю во имя Христа Иисуса, я отпускаю, я благословляю, я хочу обратиться к верующим людям, если вы в церкви уже давно, и у вас стаж христианский большой, это далеко не значит, что вы умеете прощать, если вы уже в церкви давно, это не значит, что вы легко прощаете, если вы кому-то не можете жать руку, разговаривать, избегаете, вам нужно чистить фильтр, вам нельзя идти в 20-й год с таким состоянием, нельзя, иначе вы отсоединяетесь от Бога, если в вашей жизни живет обида или непрощение, вы становитесь территорией дьявола, не Бога, а дьявола, звучит ужасно, я знаю, вы становитесь территорией, вот это его property, это его, его, то, на что он претендует, вот почему нам нужно обязательно прощать, обязательно, it's not an option, отпускать людей, и здесь вопрос не в том, что я могу или не могу, ты выбирай, ты делай это осознанное решение, и Бог поможет тебе, прощай, отпускай, во имя Христа Иисуса, написано Римлянам 12 глава, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, почему написано, если возможно с вашей стороны, потому что значит, что возможно с другой стороны, другая сторона не захочет вас, ни простить, ни отпустить, ни даже с вами разговаривать, тогда сделай все, что возможно с твоей стороны, попроси, напиши, скажи, и иди с миром, вот тогда твой 20-й год, он будет намного, намного лучше, вот еще, что я нашел о прощении, очень глубокая мысль, 2 Коринфянам 2 глава, написано, 7 стих, что вам лучше уже простить его, и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, для тех, кто уже давно верующий, со стажем, обратите внимание, насколько это глубокий уровень прощения, прочитаю еще раз, вам лучше уже простить его, кого мы обычно прощаем, тот, кто нас обидел, и утешить, вам не кажется, что здесь что-то не то, утешить кого, но меня, которого обидели, правда, ведь я же нуждаюсь в утешении, а тут, 2 Коринфянам 2 глава, 7 стих, написано, вам лучше простить его, и утешить его, вот это приехали, вообще запутались, так подождите, меня обидели, я в печали, меня надо утешить, и попросить прощения, три раза, и ласково, и на разных языках, я подумаю, если я вас прощу, а потом меня утешьте, и я, ну, посмотрю, как я себя буду чувствовать, а тут другой уровень, нет, ты, ты утешай, правда, кажется, ну, мы на таких водах не плавали, но это вот один из вариантов, уровней, которые мы, как христиане, можем идти, друзья, вы знаете, что прогноз погоды, он может меняться, штормы в нашу жизнь, они приходят, но все зависит не только от физических обстоятельств, а многое зависит от нашего внутреннего состояния духа, написано в Библии, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает он, я хочу, чтобы мы это услышали, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, вот все, которые легко теряют мир, правда, проблема в чем? В обстоятельствах и в людях, а хотите откровения? Проблема в вашем духе, повторю, это важно, когда мы теряем мир, покой, когда эмоции не справляемся, переживания, страхи, кто виноват? Обстоятельства, ивенты, люди, Библия говорит, твой дух, вот это секрет к твоему миру и покою, твердого духом Бог, Библия говорит, там мир другого уровня, твердость духа, это то, что нельзя купить, нельзя получить диплом за твердость духа, это то, что верующий человек, духовный человек имеет внутри себя благодаря Божьему Слову и Духу Святому, вот это влияние на нашу внутренность делает нас твердыми, это то, что мне кажется в 20-й год нам необходимо независимо какая будет погода, насколько будет дуть ветер, насколько будут идти дождь, солнце, холод, твердость духа, это то, что поможет нам перейти все вот эти разные прогнозы в жизни. И я знаю, что иногда наши желания, они кажутся нам такими прекрасными, и наши желания, не исполнившись, они нас так сильно разочаровывают. А Библия говорит нам о том, что Божья воля это совершенное, это самое лучшее, что может верующий это может понять, не церковный еще не может это понять или принять, но верующий человек, который верит в Бога, он может к этому стремиться. И когда желания человека совпадают с желаниями Бога, помните, мы с вами говорили, что такое рай? Когда-то желания Адама и Евы совпадали с желанием Бога. Это место, вот эта сфера, вот эта позиция называлась раем. А потом пришло противоположное желание. Вот там и начался Ад на земле. Вот почему нам сегодня, друзья, важно понимать, что все наши планы на 20-й год, у вас у всех есть мечты, у вас есть планы, и вот, что об этих планах говорит Библия, Римлянам 12-й глава, 2-й стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Сколько раз в неделю верующие люди молятся этой молитвой, стремятся и живут этим желанием, думают об этой цели. Новый перевод говорит, более, может быть, чуть понятней, не приспосабливайтесь к образу земной жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы смогли постигнуть и понять, что есть воля Божья. это не просто психологический трюк, который нужно сделать, это снова влияние Слова Божьего и Духа Святого на сердце, на Дух человека, которое меняет ценности, преображает человека, потому что когда в нашей жизни мы незаметно увлеклись идолопоклонством, идол в нашей жизни есть, то тогда конечно же Божья воля, наши желания, они очень-очень сильно расходятся. Колоссянам 3 глава написана 3 стихи о горнем помышляйте а не о земном, то есть о вечном. Верующий человек, который понимает все, что случается в жизни, все, что случится в 20-м году, если это все смотреть с перспективы вечности, половина проблем решается. Если это все смотреть земными глазами, то жить на земле очень трудно. Часто человек, живя на земле, он между двумя зонами. Вот здесь зона страданий, вот здесь зона комфорта. И человек часто мечется между двумя зонами. зона комфорта, зона страданий. Как вы думаете, где лучше быть? Интересно, что обе зоны влияют на ваше формирование. Зона комфорта влияет. Обычно дети, которые выросли в комфорте, где им ничего не отказывают, где их балуют, это влияет на них очень негативно, пагубно, разлагает. Это плохо влияет. Зона страданий тоже по-своему влияет. Не очень приятно, больно, не хочется, но она тоже людей формирует по-другому. И вот часто человек мечется между двумя, то туда, то сюда, хочет оттуда убежать, и здесь как бы не очень хорошо. И вот он постоянно идет как бы по краю, между двумя зонами. И Библия говорит нам, что прогноз погоды, он заставит людей двигаться, заставит людей действовать. Когда погода меняется, то вы все знаете, что люди обычно или эвакуируются, или перестраивают, или убегают, спасаются, или закрываются, они что-то делают и действуют. И написано в Библии, что придет то время, когда погода радикально изменится. И написано в Библии, что лучше, чтобы ваше бегство случилось не зимой. Помните, да? Там написано за лето, за зиму. И вот здесь как раз это говорится об этом последнем времени, о последнем дне, когда закончится это существование на земле, когда придет конец этому миру здесь, на земле, погода резко изменится, люди будут бегать, люди будут искать, люди не все будут готовы, но нам важно понимать, что люди, которые слушают и исполняют Слово Божье, они непоколебимы. Дождь, шторм, ветер, вода, они непоколебимы твердого духом, ты хранишь в совершенном мире. Вот это то, что нам важно знать. И как хочется просто есть слова такой песни, Господи, дай мне шанс, я прошу, я хочу все изменить, я хочу начать сначала. Новый год, новый шанс, новый шанс, новый год. Но нам важно понимать, что есть критерии, как вступать в этот новый год, что нужно фильтр обязательно чистить, фильтр нужно обязательно менять, идолов в нашей жизни нужно удалять. иногда пред Богом нужно приходить в покаянии, потому что это то, что очищает наш дух, это то, что влияет на наш дух, а именно твердость духа и влияет на всю атмосферу, на настроение, на наши планы, ценности. Иначе, если не поймем главных ценностей, то любого идола в жизни забери и будет крах в жизни, полнейший крах. Работа, дом, деньги, дети, что угодно в твоей жизни исчезнет и ты будешь полный банкрот, потому что ты не понял главных ценностей в жизни здесь на земле. Вот почему нам сегодня в нашей молитве мне хочется призвать сегодня верующих, не церковных, разных людей начать этот Новый Год с покаяния. Неожиданный, правда? Неожиданное такое приглашение именно с покаяния. И я знаю, друзья, что если в течение года у нас не было таких вот шагов к алтарю, то значит наш фильтр, друзья, скорее всего забит. Вы снова скажете, ну, я могу и здесь покаяться на последнем ряду, ведь Бог же все знает. Бог знает и Бог твою гордость тоже знает, что она никогда не позволит сюда прийти. Бог это тоже знает. И там тоже можно. Разные просто уровни. Но как хочется вступать в Новый Год, вот чтобы все здесь было чисто, clean. Правда, тогда как-то и по-другому дышится, по-другому дышится. А так вроде бы и слушаешь, и все вроде бы правильно рассказывают, но там внутри никакого эффекта, никакого. Все забито давным-давно. надо чистить фильтр. Верующим людям тоже нужно каяться. Это иногда полезно, иногда это важно, иногда это надо, иногда нужно склоняться и понимать нашу зависимость от Бога, очень большую. Одна женщина сказала, если бы я знала, какой у меня будет следующий год трудным, когда она уже его ощутила, ох, как бы я по-другому к нему готовилась и молилась, но никто не знает, кто будет следующий, когда, где, в госпитале, на кладбище, никто же этого не знает. И мы ничего не изменить не можем. Когда будет дождь, когда будет шторм, мы же не знаем, мы ничего не можем сделать. Но библейский канал прогноза погоды предупреждает, что сезоны будут меняться. Если тебе все хорошо сейчас, могут сезоны измениться. Комфортно сейчас зона может поменяться. Разлились реки, подули ветры, шторм, но тот, который слушает слова мои и исполняет, непоколебим. Другой вариант, слушает годами, ходит церковь, стаж 20-летний, но падение будет великое. Вот написано великое, великое падение, это будет крах эмоциональный, это будет депрессия, это будет просто вопль. Но прогноз канал погоды Библии предупреждал, что погода будет меняться.